В мире добра. Так называется уникальная тактильная выставка, созданная чувашскими художниками-волонтерами для незрячих людей. Борельефы с библейскими мотивами уже отправились к первым адресатам. В школу-интернат для слабовидящих детей. Объемно-тактильные картины раскрывают гармонию взаимоотношений православных святых с окружающим миром. А точнее, с братьями нашими меньшими. Пересказать библейские сюжеты языком, понятным незрячим и слабовидящим людям, задача непростая. Но художникам церковно-исторического музея это удалось. Я в восторге. Мне очень понравилось. Я даже не ожидала. Такие картины я трогаю. В первый раз я вообще не думала, что они есть. Ну, человек тут, как бы я вот понимаю, что и животные я вот различить могу. Святая мученица Христина и ангел. Вот мне очень понравился ангел. Почти два десятка картин и каждая как окно в мир. Чтобы оно было открытым, все детали должны быть продуманы. Ведь незрячие люди говорят на отличном от нашего тактильном языке. К примеру, чтобы фигуры читались, они должны находиться на расстоянии друг от друга. Рельефы, мимика, жесты различатся на ощупь. Тифлокомментарии волонтеры-экскурсоводы помогают детям понять полный смысл картин. А здесь у нас святой Давид Кориджийский. Давай мы с тобой попробуем его ощутить. Вот здесь у него ним. Как мы уже поняли, что вся святая, они обычно снимут. Видишь, это его миг, лицо, борода. Расчупая, длинная борода. В том, что детям такие картины необходимы, организаторы не сомневаются ни на минуту. Неспроста проект осуществляется при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива». В современном мире, когда часто у нас люди достаточно агрессивные, достаточно сжатые, необходимо показать, что дети, именно слабовидящие и незрячие, могут довериться нам. И мы хотим, чтобы они почувствовали себя частью этого общества. Уникальные тактильные картины в скором времени побывают во всех специализированных учреждениях Чувашия и выйдут за пределы региона. Организаторы планируют поехать в Москву и Сергия в Посад. Татьяна Филатова, Александр Петров, Республика.